Дорогие телезрители, дорогие друзья, для меня большая честь и привилегия приветствовать вас на наших передачах. Для нас великое благословение служить вам. Я благодарю Бога за то, что мы можем делиться тем посланием, которое есть для вас. Я верю, что это слово, которое оказывает влияние, приносит плод в Царство Божие. То, что мы делаем как церковь, мы совершаем надлежащие нам поприще на этой земле. До сега недостигнутых, приходя в поселки, деревни, где никогда не звучало Евангелие, где люди говорят, почему вы раньше не пришли к нам. Мы несем туда весь. Я вдохновляю вас, присоединяйтесь к нам. Мы нуждаемся в вашей поддержке молитвенной, финансовой, в том, чтобы, может быть, приехать и провести время с нашей командой, пойти в какой-нибудь отдаленный поселок. Есть огромная нужда в том, чтобы Божье Слово пришло туда. Пусть Бог благословит вас. Присоединяйтесь. Давайте мы откроем Послание Колоссянам, первую главу. С восьмого стиха. Укрепляясь всякую силу и по могуществу славы Его, во всяком терпении, великодушии и с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. И здесь Колоссянам говорится о каких-то более глубоких отношениях человека просто, чем, знаете, прийти, открыть свою жизнь для Бога, попросить у Бога прощения, чтобы Он простил нас, очистил нас. Здесь говорится о плоде. Что есть плод моего служения? Что есть плод твоего служения в Боге? И здесь звучат такие слова, что избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Как уже сегодня было сказано, что нам нужно, чтобы наш характер не отставал. Вот что нужно нам? Какой проект успеха для моей жизни? Что мне нужно, чтобы в познании Бога у меня был прогресс? Когда ты общаешься с некоторыми людьми, они, может быть, уже достаточно в Боге, ты часто не видишь прогресса в развитии их христианства, их богопознания. По причине их несокрушимого, неоткрытого для Бога характера, то, о чем уже было сказано сегодня. Когда, знаете, наши желания следовать за Богом и наш характер, они абсолютно разные. Вот представьте, как Бог смотрел на Марию, и что Он нашел в ней, что Ему понравилось, чтобы она заботилась о Его Сыне. Вот если бы вы выбирали бы человека, который должен был позаботиться о вашем ребенке, вы бы на что смотрели? На его внешность, на его показатели, может быть, по каким-то там достижениям, или вы смотрели бы на его характер, на его отношения? Я уверен, что Бог смотрит на наш характер, и Он хочет, чтобы мы открыли Себя для того, чтобы мы могли принять то, что Он хочет дать нам. И вот представляете, чтобы Марию вдохновлять, Господь находит еще Елизавету, которая тоже по характеру будет вдохновлять и будет помогать, дает друга ей, который будет вдохновением для нее, может быть, в непростые времена ее жизни. Кто твои друзья? Часто мы дружим против кого-то, часто мы дружим из-за чего-то. Но кто есть тот Божий человек, который оказывает правильное Божье влияние в твоей жизни, чтобы твое следование за Христом, твоя вера, она принесла плод? Как в Колоссянове написано, чтобы вера ваша, она принесла плод, который будет благоуханием Божьей славы. Давайте мы откроем 2 Петра. Знакомые нам все вместе, прочитаем его. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Почему Писание так много говорит, что Бог призвал нас в чудный свой свет? Что вы свет миру, вы соль земли. Вы никогда не задумывались, почему Бог призвал нас быть солью, чем-то обеззараживающим, чем-то очищающим, чем-то приносящим свет во тьму. Это, знаете, не так, как, может быть, мы ожидаем, что вот, знаешь, вот Бог, приди и коснись. А Бог говорит, ты должен пребывать в этом. Бог, пусть придет твой свет. Бог хочет, чтобы ты был в свете, чтобы ты был светом. Бог хочет иметь отношение с тобой так, чтобы, когда ты будешь приходить туда, где будет тьма. А что такое тьма? Тьма наступает, когда, знаешь, приходит развод. Тьма наступает, когда приходят долги. Тьма наступает тогда, когда приходит обида. Тьма наступает тогда, когда приходит раздражение. Тьма наступает тогда, когда приходят грехи. И Бог говорит, я призвал вас, чтобы вы были светом. Вы царственное священство, люди, взятые в удел. То есть ты тот, который являешься светом. С твоим приходом тьма уходит. С твоим участием обеззараживание происходит. И Бог призвал нас в самые трудные, самые уязвимые, может быть, части человечества. Когда мы приходим туда, где есть нужда, где есть боль, где есть отверженность, здесь гниение, где происходит разложение. И Бог говорит, я призвал тебя, чтобы ты, как церковь, пришла и осияла своим светом, своим влиянием те самые, может быть, сложные места человечества. Иди туда, где есть тьма. Для чего? Чтобы приходил свет. Иди туда, где есть разложение. Для чего? Чтобы приходило обеззараживание. И это не потому, что, знаете, Он придет, а это потому, что я приду туда. Почему? Потому что Он во мне. Я живу с Богом, я имею отношение с Ним, и Бог через меня производит это действие. А некоторые из нас, мы годами ждем, знаете, когда, о, Бог, освяти нас, о, Бог, прикоснись к нам, о, Бог, что-то сделай с нами. Почему? Потому что наши характеры неизменены. Потому что мы ищем своего. Мы ожидаем от Бога, чтобы Он исполнил нашу волю, а не мы, которые готовы исполнить Его волю. Потому что мы часто находимся во тьме, потому что света нету в нас. И ожидаем, что свет придет, а Бог говорит, Ты, царственное священство, Ты, взятый в удел, Ты, тот, который призвавший вас из тьмы в чудный свет свой. Ты осияешь Его славой, Ты сияешь Его величием, Ты присутствуешь в Его могуществе, Ты оказываешь влияние. Когда люди общаются с нами, им после этого жить хочется или после этого им жить не хочется? Мы та Елизавета, которая вдохновляем Марию, говорим, послушай, ты родишь, и у тебя будет благословенно, я поддержу тебя. Потому что ты временно тем, что Бог вложил тебя, и ты зачала от Бога, и ты исполнишь это. Скольким из нас, которые Бог вкладывает в нас свое призвание, предназначение, нужны те люди, которые пришли бы и сказали, послушай, ты сможешь, у тебя получится, и люди Божьего влияния оказывают на тебя, и ты достигаешь вершин Божьих, и ты исполняешь волю Божью. Мы часто, знаете, восхищаемся Иосифом, он такой был молодец, но на самом деле у него была такая борьба в жизни. Почему? Потому что когда узнал об этом, думает, отпущу, ничего не хочу, зачем мне это все надо? пока вразумление от Бога не пришло. Скольким из нас нужно, чтобы вразумление от Бога пришло. Скольким из нас нужно, чтобы свет воссял в наших жизнях. Исайя 60-я глава Восстань, святись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой. И вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобой воссеет Господь, и слава Его явится над тобой. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию. Часто, когда мы молимся, мы ищем лица Господнего, мы ожидаем, что мы войдем в Божье присутствие, потому что Его слава придет на нас. И у нас нет вот этого откровения внутри нас по причине отсутствия отношений с Богом. Знаете, 25 лет назад, когда я ездил очень много по тюрьмам, проповедовал, я всегда удивлялся, что многие люди считали себя верующими там, и когда они развивались, там весь иконостас, знаете, был на них. Там кого только он не увидишь, и Георгия Победоносца, и Иисуса, и кого только там не увидишь, кого ты там только не увидишь. И всегда был вопрос, вот эти люди, которые пытались каким-то образом на себе отобразить эти образы, на самом деле, они были очень далеки от познания истины Бога. И когда ты говорил с ними, они называли себя верующими людьми, но это было такое, знаете, номинальное христианство, это были какие-то внешние атрибуты на них, религиозного характера, но там не было внутри никакой сущности Божьей, там не было Бога внутри них. И у меня всегда был такой вопрос, там молодого служителя, который приезжал к этим людям и спрашивал, кто тут верующий, и там 80% людей в зале поднимало руку и говорили, ну мы верующие. И ты вроде как попал на собрание верующих преступников, понимаете такое. И я думал, что это вот, ну вот, это вот так вот у этих людей. Но вы знаете, за годы сформировалась другая категория людей. Они уже не называют себя там какой-то, знаете, там конфессией, традиционной, которая есть в нашей стране, а они причисляют себя уже к совсем другим формам религиозного понимания жизни. Они называют себя или протестантами, или евангельскими верующими, но они ничем не отличаются по сути от тех людей, которые точно так же пытались внешне отобразить свою некую принадлежность к конфессии, но они не были внутри вообще, освящены Богом, и святого Божьего не было внутри них. И вот чем больше ты служишь, тем больше ты сталкиваешься с тем, что часто в евангельской церкви ты можешь встретить, или в мире ты можешь встретить евангельских верующих, которые ничем не отличаются от неверующих. И ты не можешь понять, почему эти люди, называя себя верующими людьми, ведут себя как неверующие, почему эти люди, называя себя верующими людьми, но таковыми не являются, что, где сбой, где что-то не так. Оказывается, причина одинаковая. Нету отношений с живым Богом. Мы говорим о Богопознании. Мы говорим о наших отношениях, о глубине наших отношений. Часто мы ищем легких путей. Мы ищем, чтобы пришел прорыв, когда за нас помолятся, чтобы пришел ответ, когда кто-то возложит руки на нас, чтобы это было, знаете, вот так вот легко, просто. А Богу важны отношения. Бог хочет более глубоких отношений с тобой. Бог хочет, чтобы ты проводил время с Ним. Бог хочет, чтобы ты стал светом, чтобы ты стал солью, чтобы ты стал человеком влияния, чтобы люди, общаясь с тобой, они увидели свет Христов в тебе. Не человека, который будет рассказывать о свете Христовом, а человек, который станет светом Христовым для этого мира. И вот, представляете, Бог нашего поколения церкви, Он призвал нас, чтобы наше поколение стало солью, стало светом, стало ответом. Поэтому мы идем туда, где есть тьма. Мы идем к людям зависимым, которым врачи и доктора не могут помочь. Психологи не могут помочь. Я недавно разговаривал с одним человеком, и он просто изумлялся свидетельством Божьей славы в жизни одной сестры. Она говорит, слушай, ну я не понимаю, ну как вот за полтора года вот человек абсолютно изменился, вот он абсолютно другой стал, вот он, и прям человек вот просто восхищался, восхищался, восхищался. И я знаю ответ, потому что свет Христов пришел. Слава Божья у вас сияла. И поэтому, когда ты смотришь на этого человека, он абсолютно не тот, который был полтора года назад, он не тот, который был 10 лет назад, он абсолютно другой. Свет Христов в нем. Как это происходит? Это какая-то помазанная была молитва, или это ежедневный твой труд? Это то, когда ты читаешь Божье Слово, когда ты углубляешься в познание истины, когда ты открываешь свой характер для Бога, когда ты позволяешь Богу прикоснуться к тебе, изменить тебя, преобразить тебя. Многие из нас, мы мечтаем, знаете, о Господи, я уже устал от этих споров постановых, я устал от этого раздражения, я устал от этого, знаете, мы негодуем от каких-то наших недостатков внутри нас, но мы не открываем свой характер. Как уже сегодня было сказано, наш характер отстает от нашей веры, наш характер отстает от наших отношений с Богом. Мы хотим далеко продвинуться, а характер наш очень еще далеко отстает от того, чтобы продвинуться. Почему? Мы далеко не смиренные люди. Мы далеко не смиренные люди. Мы не позволили свету Божьему воссиять внутри нас. Мы хотим ходить во свете, но мы не хотим быть этим светом. И многие из нас, мы устаем от этого. Многие из нас, мы проходим через какие-то долины, через какие-то борения. Почему? Потому что света Божьего нет внутри нас, поэтому мы находимся часто во тьме. И когда ты во тьме, тогда приходит боль, тогда приходит обида, тогда приходит развал семьи, тогда приходит проклятие долга, тогда приходит много чего-то, от чего ты мечтаешь избавиться и не можешь. Почему? Нету отношений с Богом. Мы называем себя верующими, а внутри мы не смиренные люди. Мы не позволяем Богу проникнуть до разделения души и духа и судить наше тайное помышление. Поверхностное христианство, которое не оказывает никакого влияния. Поэтому, когда ты соприкасаешься с миром, и когда ты начинаешь им свидетельствовать, они смотрят на тебя и понять не могут, как так может быть? Ты христианин? А почему тогда ты здесь? Ты христианин? Ты, который утверждаешь Царство Божие, ты, который утверждаешь ценности, ты, который говоришь о божественной милости. А где она? И не видит ее у нас. Потому что нету богопознания. Я не стал тем светом. Я не стал той солью. Исайя 42-я глава. Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, в освет для язычников, чтобы открыть глаза слепым, чтобы узников вывести из заключения и сияющих во тьме из темницы. Вот мое и твое предназначение. Еще раз читаем. Я, Господь, призвал тебя. Скажи, я, Господь, который призвал меня в правду и буду держать тебя за правую руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, в освет для язычников, чтобы открыть глаза слепым, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Представляете, Бог призвал в правду, чтобы держать меня за руку, хранить меня и поставить меня в завет для народа, в освет для язычников. Бог не призвал нас, чтобы мы, знаете, дождались неба. Господи, пусть небо опустится на землю. А Бог призвал нас, чтобы мы стали частью неба уже на земле, чтобы мы ходили и являли свет Божий среди людей. Когда твои соседи смотрят вокруг, как ты думаешь, о ком они думают, вот этот вот сосед у меня хороший? Почему? Потому что он доброжелательный, он с женой не дерется, он детей любит, он воспитывает их прилежными, он отзывчивый, он внимательный, он добродушный. Это про тебя? Или про тебя думают так, лучше с этим соседом не связываться, потому что он христианин, если выйдет, то мало не покажется. А Бог говорит, я поставил тебя, заключил завет с тобой и поставил тебя светом для язычников. Я поставил тебя светом для неверующих. Я поставил, я призвал тебя, послушайте, это не то, что, знаете, вот Бог придет, слава Божья наполнит эту землю, и вот мы будем во славе Божьей, и все люди увидят, что с нами Бог. Бог говорит, я призвал тебя быть человеком влияния, который исполнит, силы Божьей, света Божьего, который сияет во тьме. И когда люди говорят о нас на работе, они говорят о нас, как о примере, который достоин подражания, или как пример, который не надо делать. А нас, как о родителях, говорят, что мы дети, родители, которые воспитываем прилежными нашими детьми, или мы вообще не занимаемся воспитанием наших детей. На самом деле, вы знаете, очень легко определить, посмотреть на ваших детей и понять, какие вы родители, или вы прилежны в том, чтобы заниматься с ними, воспитывать их, любить их, обнимать их в строгости. Или вы ними не занимаетесь. Когда ты читаешь Писание, когда ты молишься, когда ты углубляешься в отношениях с Богом, поверь мне, мир это видит. Потому что свет Христов воссияет в тебе. Соль, которая есть в тебе, она обеззараживает то, что вокруг. И люди, которые позволяют себе что-то, они уже в твоем присутствии не могут себе это позволить. Люди, которые общаются с тобой, сквернословят, пообщаются с тобой какое-то время, перестают это делать и не могут понять, почему они это перестают делать. Знаешь, почему? Потому что свет Христов приходит. А где есть свет? Там нету места тьмы, там тьма уходит. И то, что для них было привычным, знаете, многие годы, они как-то себе перестают позволять в твоем присутствии. Не потому что ты там воюешь против этого. Перестаньте свигранословить, перестаньте говорить какие-то неправильные высказывания. Они просто смотрят на свет, который внутри тебя. Этот свет мешает тьме проявляться. И тьма уходит. И они не могут понять, почему. Потому что ты свет для язычников. Потому что как-то в твоем присутствии как-то это неприлично. В твоем присутствии как-то это неудобно. В твоем присутствии как-то уста закрываются. Ты что-то делаешь для этого? Нет. Свет Христов приходит. Влияние Божьей славы приходит. Многие из нас, мы находимся во тьме по причине того, что мы ожидаем, что свет Божий придет, вместо того, чтобы стать этим светом. Чтобы стать этим светом. Мы ждем, что нас Господь осветит, когда будет какое-то служение особенное. А Бог говорит, послушай, мне нужен твой характер. Мне нужно твое смирение. Мне нужно, чтобы ты открыл себя для меня. Я хочу действовать через тебя. Я хочу использовать тебя. Я хочу принести свет туда, где есть тьма. Я хочу, чтобы ты стал солью, там, где есть разложение. Я хочу, чтобы ты принес исцеление, там, где есть боль. Я хочу, чтобы ты был тем, который исполнит мою волю на этой земле. Это Бог говорит к нам, к церкви. Я всегда хотела служить Богу на полную катушку. Хотелось больше делать для Бога. До проекта я служила в молодежном служении, была в лайф-дэнс, помогала в разных мероприятиях, вела домашнюю молодежную группу, работала. У меня была своя компания. В 2018 году я просто сижу и думаю, ну, вот сейчас мероприятие пройдет, мы начнем следующее мероприятие. И такая, думаю, что же дальше? Потом снова следующее и следующее. И я начала молиться, и мне пришло на сердце, что может пойти в год для Иисуса, когда ты можешь с утра до вечера полностью просто отдавать все время Богу и служить с утра до вечера. И мне нравится, что в ГДИ мы много служим именно людям, которые не знают Бога. Что мы ездим, рассказываем тем людям, которые никогда еще о нем не слышали или никогда его не принимали в сердце. Мы ездили в поселок Кусью, мы подошли к одному дому, и там совершенно не было расчищено к нему, вообще была тоненькая тропиночка. И мы зашли, и никто не открывал дверь. Мы стучали, никто не открывает. В общем, мы сами решили зайти, и там оказался человек. Мы кричим, кто-то есть дома, он машет рукой, говорит, мне плохо. Мы к нему зашли, он, оказывается, был с похмелья. Его звали Александр, и он сел, начал с нами общаться, мы сказали, что мы хотим ему рассказать об Иисусе. Очень с радостью принимал это слово и говорил, я хочу изменить свою жизнь, я хочу что-то другое, что было в моей жизни. И это нас прям вообще сильно обрадовало. Он тут же позвал своего друга, говорит, подождите, я сейчас его приведу, подождите. И мы рассказали еще его другу Евангелие. Я молюсь, чтобы войти в призвание Божие, чтобы исполнить волю Божью и чтобы исполнить все, что у Господа есть на мою жизнь. Наверное, все-таки ангел-хранитель, и Господь Бог мне помогает. Я в каких-то трудных минутах не попадала, меня всегда выручала. Проект для меня – это вообще особенное время, потому что до проекта я... Давно уже Господь встречался мне, вот именно об этом проекте. Много лет подряд я много работ поменял, много в жизни попробовал. В учебе пытался состояться, в чем-то еще. И сейчас вот с этой замечательной командой каждый день, когда мы ездим, он чем-то особенным наполнен. И до проекта у меня вообще не было никакой цели в жизни. Я не знал, куда двигаться, зачем. А уже когда начался проект, я наконец ощутил, для чего я живу, зачем я здесь, на этой земле, и вообще для чего я предназначен. И сейчас это время идет, я постепенно развиваюсь, мы ездим по городам, и это действительно свет для меня. Я открыл в себе много талантов, много хорошего, и открыл в себе Божью любовь, и вообще зачем я живу. Субтитры создавал DimaTorzok